Копьё Копьё это древнейшее оружие, которое было в руках человека как в каменном веке, так в веке 20-м, ну в первой его четверти, можно сказать. Что пишется в книге «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» и то «Годно ведать их, как в старину, когда пушек и порху и всякого огнестрельного боя не было, лучше и краше, и рыцарственнее копейного оружия не бывало, и тем великую силу против конных и пеших людей чинили». То есть уже как бы акцентируется огромная роль копья. Здесь представлен рисунок из Франции XI век, то есть тут тоже можно наглядно проследить то, что целое войско изображалось с копьём, то есть можно отследить его массовость. Даже вот, видимо, полководец, который единственный на рисунке стоит в доспехе и в шлеме, он также вооружён в первую очередь копьём. То есть, можно сказать, скорее всего, копья всегда первыми шли в дело, именно в ближней схватке. Опять же, отрывки из летописей. Миниатюра, которая здесь представлена, она тоже из Радзивилловской летописи XV века, но здесь иллюстрирован момент из XII. То есть мы видим на картинке, как строй копейщиков оттесняет князя Андрея Боголюбского, который оторвался от своих воинов и, можно сказать, в кураже схватки и попал в засаду, можно сказать. То есть, вот видно, как сам Андрей вооружён копьём, так и воины, которые восстанавливают, вооружены копьями. Писалось, въехав прежде всех в противное, и дружине Его по нём, и изломи копьё своё в супротивне своём. То есть, отражалась роль копья, то есть, князь, вооружённый копьём, оторвался от своей дружины и, врезавшись врагов, изломал об них своё копьё. То есть, это часто в летописях упоминается, чем ещё раз подчёркивает роль копья именно в древнерусском войске. Далее идёт всё та же Розелиловская летопись. Уже можно просто сразу определить. Только вот центральная фигура князя, она вооружена саблей, судя по всему. А все остальные воины там на задних рядах, на галёрке, они вот изображены, как просто ощетинившийся строй копий, идущий друг на друга. Ну, терминология летописная так описывает копьё, то есть, применяет такие термины. Удари, прободи, пободоста и насунути. Самое интересное. Уже в 16 веке Гиберштейн, то есть, немецкий учёный, писал о русских. Бой они начинают, прежде всего, копьём, а потом пускают в ход другое оружие. Порой также можно встретить использование слова копьё в качестве обозначения отдельного воина. Бысь же у поганных 900, а у Руси 90 копий. Вот опять же типология, представленная, как ранее, топорам и мечам Анатолия Кирпичникова. В своих трудах он делит их на 7 видов. Коротко пробежимся по каждому из них. Тип первый – это копьё. Узкая, достаточно ланцетовидной формы. Чаще всего встречается на севере, то есть, к югу их меньше. Относит их к дружинной культуре. И, судя по форме, это копьё, в первую очередь, и, скорее всего, только боевое. Потому что оно достаточно узкое. Если для человека будет достаточно раны, нанесённой таким узким копьём, будет куда достаточно, особенно если человек без доспеха, то вот для зверя такой раны, скорее всего, не хватит. Поэтому, в первую очередь, это были именно боевые копья. Тип 2. Копьё с пером ромбической формы. Анатолий Николаевич отмечает то, что, скорее всего, это, можно сказать, архаичный остаток. Чаще всего найден в захоронениях Мурома мордовских древностей. Чем-то напоминает ланцетовидное, но, возможно, является ответвлением от него. Тип 3. Копьё с относительно широким пером. Удлинённой треугольной формы. То есть, мы видим удлинённый треугольник. И оно достаточно длинное по отношению с представленными до этого. Плечики вот здесь, которые идут у тульи, то есть у втулки, на которой сажалось древко, они, как бывали, припущенные, так и поднятые. Роль этого копья, как предполагает кирпичников, была двойной. То есть, здесь ширина лезвия позволяла наносить достаточно тяжёлые раны как к зверю на охоте, так и, само собой, человеку. Именно этот тип, тип 3, учёные некоторые относят как к общеевропейским. Также есть теория, которая, что это не общеевропейское копьё тип 3, а копьё общеславянское. То есть, распространённое как на западе, так и на востоке, и на севере, и на юге ореола обитания славян. То есть, можно сказать, и у поляков, и у сербов, и у болгар, и так далее. Копьё тип 4. Преимущество появляется в 11 веке. Представляет из себя копьё яйцевидной формы. То есть, картинку не получилось найти достаточно качественную. Ну, то есть, вот здесь она представлена. Это достаточно широкое перо, сужащееся к острию. То есть, чем-то напоминало яйцо. А вот его ответвление, тип 4А, также известный как рогатина, он не представлял из себя какую-то корягу вырванную из земли с двумя зубьями. Он представлял как раз вот такое широкое копьё в виде лаврового листа, лавролистное. Это оружие относится историками как, скорее всего, то есть, несомненно, именно древнерусское оружие, аналогов, у которых в этот период мало у кого было. Либо это было заимствование именно из Руси. Здесь можно видеть реконструкцию человека, который, скорее всего, занимается охотой и вооружён он именно рогатиной. То есть, именно с рогатиной ходили на медведя и на других крупных зверей. Копьё тип 4. Копьё, которое можно уверенно назвать пикой раннесредневековой. То есть, некоторые учёные предполагают, что пика появляется в веке с 16-го или ближе к 17-му. Но на самом деле она ещё бытовала на степных территориях и до 10-го века, а вот на Русь она попадает с 10-го, 11-го века и как раз преимущественно из юго-восточных степей. То есть, это копьё с очень узким и ромбовидным в сечении остриём и достаточно широкой втулей, чтобы можно было достаточно устойчиво посадить на древко. Пика была оружием преимущественно конным, потому что на юге Руси была распространена кавалерия, так как заимствовалось и вооружение, и образ ведения боя у степных соседей, так как с ними чаще всего и приходилось воевать. Тип 6. Чаще всего встречается вытянутой треугольной формой, но от предыдущих типов он отличен тем, что вместо втулки, втульи, у него имеется черешок, который вбивался или либо же привязывался к древку. Ну, скорее всего, этот именно вбивался, а потом обматывался плотно верёвкой. Тип 6. Копьё с пером в виде расходящихся в сторону шипов. То есть, ну, можно видеть, что это гарпун. Вот именно это оружие, скорее всего, практически не применялось в бою, было именно промысловым. То есть, видимо, либо охота на какую-то не слишком крупную дичь, либо рыбалка. Лезвие встречается именно как с небольшой втулкой, так и с загнутым черешком. Именно такой загнутый черешок, он как бы говорит о том, что такое лезвие привязывалось к древку. То есть, загнутая частью, загнутая часть вбивалась в древко для устойчивости наконечника. Ну, теперь мы переходим от непосредственно оружия ближнего боя, копий ближнего боя, к единственному вооружению, относящемуся, можно сказать, к дальнему. Это с улицы. С улицы или же метательное копьё. Историками и археологами было найдено больше с улиц именно с черешковой основой, нежели с втульчатой. То есть, находок втульчатых крайне мало. То есть, что имеется в виду, то, что, скорее всего, на производстве с улиц экономили. То есть, это было разовое, чаще всего, оружие, которое потом приходилось переизготавливать заново. Выделяется с улицы, как вспомогательное оружие. Можно увидеть, как реконструктор метает с улицы, каким образом это могло делаться. И примерно... И применялось, скорее всего, только при сближении с врагом. Метались такие дротики на дистанции 10-30 метров. Как указывает кирпичников, с улиц, в отличие от копий, на охоте в бою чаще всего применялись один раз, после чего приходилось изготавливать новое. Ну, уже об этом было сказано. Само слово с улицы происходит от глаголов сунуть, совать, сулить в значении толкать. Интересно, что с улица в польском языке это заимствование из русского языка. То есть поляки у нас его забрали. Ну и подытоживая, подметим роль копья в общей истории на примерах реконструкции живых людей тех или иных периодов. Вот на первом изображении слева мы можем видеть реконструкцию гальского воина. То есть примерно первого века до нашей эры он вооружен широким копьем наподобие типа 3, то есть удлиненной треугольной формы. Далее уже наша эра, это приблизительно 4-5 век воин-германец Лангобарт. Также вооруженный копьем удлиненной треугольной формы. Здесь уже реконструктор из города Владимира, участник нашего клуба. Реконструкция воина дружины культуры. Он вооружен также копьем удлиненной треугольной формы. То есть видно то, что скорее всего слова о только общеславянском распространении не совсем правильные. Скорее всего копия такой формы были очень распространены по всей Европе. Дальше переходим к позднему средневековью, точнее уже можно сказать, что эпохи возрождения это строй пикинеров. То есть можно видеть то, что с нарастанием прогресса, с изменениями, с модернизацией военного дела, роль копья не то, что убывало, она наоборот увеличилась. То есть так называемые испанские терции, можно сказать, полностью и окончательно похоронили роль рыцарей на поле боя, оставив лишь место легким всадникам. Здесь уже реконструкция отечественной войны 1812 года. Можно, пожалуйста, приблизить именно этот скрин. Здесь можно видеть у ополченцев в руках пики. То есть типичные пики, практически ничем не отличающиеся от тех, которые были показаны и представлены на раннее средневековье. Нет, вот у него пика. Ну он же держит ее вот так, ракурс такой. Ну и вот у них тоже пики. У гусар. Ну и бог с ними. Я в гламурных не разбираюсь. Ну, как и говорилось, от Адама до Потсдама, от каменного века к веку 20-му. То есть одна из самых страшных войн в истории человечества. Также велась и копьем в том числе. Вроде бы такое доисторическое оружие в эпоху, когда появляются танки, когда появляется ужасная артиллерия. Но роль пики на тот период все еще не теряла свою актуальность. По крайней мере в борьбе с пехотой. То есть здесь мы можем увидеть солдата Западного фронта, скорее всего английского, в противогазе. Лошадь тоже в противогазе. Ну и характерный момент это пика. Который, ну основное оружие всадника на поле боя. А справа уже наш Донской Казак периода Первой мировой войны. Также вооруженный пикой. То есть еще на момент предыдущего века, совсем недавно можно сказать, военные действия велись копьем неустаревающим. Субтитры создавал DimaTorzok